Программа охраны животного мира и снижения численности бездомных животных принята в 2007 году. Одесса был первый город, где подобная программа была разработана. Это было после принятия закона о жестоком обращении с животными. И в последующем Министерством экологии эта программа была рекомендована для других городов Украины. И по результатам мониторинга первого, который был проведен в 2007 году, ориентировочное количество бездомных собак составляло 60 тысяч. В последующем проведенный мониторинг уже в 2015 году показал значительное снижение количества бездомных собак. Их составляло порядка 35 тысяч. На сегодня количество бездомных собак 3-3,5 тысячи. Практически все животные провакцинированы и простерилизованы. Коммунальное предприятие Муниципальный центр экологической безопасности выезжает по обращению граждан. Если есть животное, которое необходимо простерилизовать, сотрудники коммунального предприятия это животное забирают, проводят все необходимые мероприятия, а потом животное возвращается в естественную среду обитания. Сегодня коммунальное предприятие Муниципальный центр экологической безопасности полностью на себя взяло процедуру стерилизации. Это является основным направлением той программы, которую Департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета планирует вынести на рассмотрение сессии Одесского городского совета. Программа, которая действовала, закончилась в 2021 году. Сегодня подготовлен новый проект программы, который мы надеемся поддерживать депутаты. Эта программа позволит проводить дальнейшую работу по стерилизации, по отлову животных, по передержке животных и оказанию первой ветеринарной помощи. Основными направлениями программы являются усовершенствование работы и переоснащение службы отлова, оказание ветеринарной помощи, решение проблемы захоронения животных, в том числе домашних, Введение процедуры регистрации провакцинированных и стерилизованных животных и их чипирования на сегодняшний день позволило контролировать вспышки заболеваемости и проведение повторной ревакцинации. Один из тоже важных вопросов, который решается этой программой, это захоронение животных, в том числе домашних. Для этого планируется строительство комплекса по утилизации биологических отходов трупов животных. который планируется построить в Малиновском районе города Одессы. На сегодня этот участок находится в постоянном пользовании коммунального предприятия и разработан эскизный проект по строительству этого объекта. В целом программа разработана на 6 лет и поделена на 3 этапа. Первый этап охватывает 2022-2023 год, второй этап 2024-2025 год и, соответственно, третий этап 2026-2027 год.